так и так всем привет сегодня начнем еще одну подсерию связанную с работой фениксе это работа с от п пожалуй под нее даже стоит завести отдельный плейлист слишком уж тема обширная сразу хочу предупредить я предполагаю что вы с примитивами конкары ирлан процессов знакомы то есть вы хотя бы знаете что как их запускать что они могут получать сообщения что они общаются между могут процессы между собой могут общаться обмениваясь сообщениями я буду рассматривать абстракции более высокого уровня для начала мы разберем скажем так сравнительно простые конструкции такие как таск и и и агент агенты потом мы двинемся чуть более к сложным это же сервер супервизоры это как минимум если все хорошо будет рассмотрим конечный автомат тем более ирланг в последних версиях там какую-то новую версию забабахал так постараюсь также коснуться сравнительно новых фишек это таких как флоу который напоминает чем-то библиотеку spark если вы работали там со скала или питоне могли в ней работать и ген стейдж тоже который сравнительно недавно появился но я его описание его смотрел он вроде как лекцию лекцию валимая смотрел и вроде как по на первый взгляд кажется что это по сути дела к стрим аналог какой-то ее надеюсь тема обширная надеюсь что хотя бы там не знаю за несколько месяцев уложусь не повезет больше а сегодня мы начнем с тасков таски 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 и так но то сразу хочу сказать что таски мы сегодня рассмотрим только основы всякого рода супервизит таск то есть наблюдаемые таски рассматривать я не буду итак что же такое таск 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 это значит такой удобный механизм для выполнения параллельной работы то есть есть библиотека у эликсира таск 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 вот и она предоставляет то весьма удобный механизм параллельной работы то есть вот эта библиотека она позволяет нам породить процесс в котором выполняется некоторая обычно разовая работа результат который может быть получен позже если конечно этот результат нам важен и классический пример использования тасков это взять какую-нибудь программу которая работает последовательно и сделать некоторую часть ее кода параллельным сохранением семантики то есть вот я написал ну очень-очень-очень-очень примитивную программу которую мы чуть позже разберем таски если вы работали с java с трэдами и с интерфейсом раннабл и коллабл то это чем-то напоминает или фьючер в скала вот таски это по сути дела то же самое но здесь мы имеем дело с орлан процессами которые стоят нам гораздо дешевле и мы можем соответственно тасков запускать ну множество и не теряя особо производительность производительность особо не теряя то есть стоят они нам весьма дешево и так и перед тем как еще дальше рассуждать сразу хочу ввести некую ясность коллером мы будем называть того кто запустил таск то запустил некоторую работу итак поехали ключевые функции модули таск этому функция асинг и абэйт асинг у нас запускает некоторую функцию или некоторую некоторую работу а ввейт мы ждем ответ очень важно понимать что коллер связан с таском таск нельзя взять вынуть ответ из другого места чем отсюда то есть вот этот таск привязывается к коллеру он как бы запускается в контексте можно сказать из другого контекста его ответ который здесь получится во время выполнения этой работы нельзя будет получить из другого контекста так ну а теперь давайте разберем эту простую функцию что это дело я запускаю параллельно 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 некоторую функцию которая тут у меня по простому делает как будто это она выполняет какую-то работу две секунды и возвращает число также я хочу проинспектировать что возвращает эта функция а это он у меня обычная ординари ординари скажем так работа здесь обычную сумму дел и потом я просто плюс свой результат работы параллельно выполнение и скажем так обычной работы и возвращаю результат используя функцию авэйт авэйт по дефолту принимает два аргумента первый это таск вот это то есть ему нужно этой функции нужно знать от кого ожидать ответ и время время сколько будет ждать то есть вот эта функция она блокирующая мы будем ждать вот это время по дефолту блокирующая время равно 5 секунд если не указывать тут я указал 6 давайте просто ради интереса запустим запустим и посмотрим как это все работает пишем c ram task x скопили опс запустить нужно сперва оболочку опять не то а ой вы не видите вы не видите так сейчас я тут значит и x окей запустили теперь 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 нет запустим вот эту нашу функцию так пишу еще импорт сразу run task чтобы не писать все время ранта с точкой опять я сделал ошибку непростительную так так и собственно как видите вот я проинспектировал ответ функция async async смотрите то есть как я говорил любой task привязывается к контексту то есть у него есть какой-то собственник в данном случае это наша оболочка то есть мы можем даже увидеть self вот в данном случае это наша оболочка и pit 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 это собственно вот это pit самого task так ну и как мы ожидаем мы увидели ответ 2048 то есть 124 512 плюс 512 и все это вместе получается тысяча ой 2048 референс нам не важно так поехали дальше сейчас я тут немного сверну очень важно понимать что когда мы вызываем асинг то асинг колер колер и таск они связываются друг с другом это первое почему это важно чуть позже покажу и еще важно понимать что асинг отдает ответ в любом случае продемонстрирую это вот здесь я написал сразу вспомогательные функции которые мне помогут это продемонстрировать что здесь происходит функция yield очень похожа на функцию авэйт краницу вы чуть позже увидите та и другая ждут ответ то есть как видим здесь мы ждали ответ 3 секунды 3 секунды ответа нет вернула нил а вот если бы мы вы ждали а вейтом а вейтом а вейтом а вейтом да то процесс бы остановился бы чуть больше чуть больше чуть подробнее мы об этом поговорим чуть позже а сейчас я вам хочу показать что ответ то на самом деле вот эти 12 секунд которые мы ждем и 24 уже был отправлен в ящик оболочки поэтому давайте проинспектируем ящик оболочки и что вы тут видите как и ожидалось мы видим тут вот ответ так что помните когда вы используете асинг ответ придет всегда даже если время вышло и не важно пользуетесь вы какое не важно сколько времени установите ответ придет всегда пока функция этой это работает естественно если вы ее по какой-то причине закроете то ответа не будет так так если вам ну ответ не не важен то есть вы хотите какую-то работу произвести ради каких-то сайт эффектов в этом случае мы используем другую функцию старт вот как видите тут у меня тоже опять маленький пример давайте его запустим ну здесь ничего особенного мы запускаем функцию которая которая запустится но поскольку она выполняется ради сайт эффектов то есть мы ответ возвращать не будем соответственно ей и собственника вот здесь не нужно и вот я здесь написал инс опять я тут ошибся так сейчас я перезагружу модуль так так то есть как видите здесь возвращается в пит процесс индификатор и окей так а вот и когда мы запускали с помощью осинка то осинки еще важен овна то есть осинк у нас связывается с колером а старт нет так и теперь мы поговорим поговорим чуть-чуть подробнее об авэйте и о некоторых его тонкостях авэйте смотрите если время вышло то процесс завершается процесс завершается то есть авэйт вот здесь я бы тут написал авэйт нет хотя хотя вот тут у меня ниже функции есть они демонстрируют все это давайте я вам теоретически сперва расскажу а потом продемонстрирую на практике значит так смотрите если мы вызвали авэйт и допустим время вышло а ответа нет что произойдет колер завершит работу завершит работу и сам таск процесс и если мы его связались вызвали осинком дальше если у таска процесс мы не указывали никаких специальных условий по перехвату сообщений он у нас тоже завершится и важное отличие а важно понимать что авэйт можно попросить один раз мы либо все свернем то есть у нас все завершится либо мы получим ответ с другой стороны мы иногда все же скажем так допустим мы неправильно оценили время через сколько работа будет выполнена и мы хотели бы попросить еще раз и с этой точки зрения нужно использовать другую функцию которая называется yield yield она выглядит точно так же с примером вот где у нас yield yield ну вот например task yield то есть точно так же мы принимаем всю здесь задачу и принимаем время ожидания так и теперь давайте тестировать давайте все это теперь дело тестировать тест первый показываю вот эту функцию весьма необычную что произойдет что произойдет то есть смотрите я запустил task и в нем запустил еще один task и в этом task я жду вот этот результат внутренней задачи 5 секунд а время установил 120 секунд то есть здесь по идее все свернется выполняться ничего не будет давайте посмотрим вроде как все окей ждем эти 5 секунд и что сейчас произойдет бабах все свернулось все все выходит то есть процессы все останавливаются та же оболочка завершилась то есть понимаете а вейт если нет ответа то есть процесс текущий завершается и связанные с ним процесс текущий процесс и связанные с ним таски завершаются так давайте я тут очищу все это и продолжу снова так отлично следующее пару функций которые помогут помочь пониманию вот я выполняю run await эта функция покажет что await можно вы попросить один раз больше вы попросить await не сможете эта функция по сути дела то есть я запускаю функцию задачу и ставлю здесь 30 секунд как будто здесь какая выполняется какая-то задача 30 секунд а запускаю ее в этой функции с целью чтобы проверять ответ то есть вот задача и проверять ответ я буду 60 секунд ну то есть у меня будет время аккумулятор это это что я буду проверять ответ каждые 3 секунды вот task await 3 секунды здесь я сделал по-простому поскольку я здесь уже знаю ответ я кейс матч решил очень по-простому сделать если 1024 типа окей ты сделала так иначе мы просим еще раз запустить этот тест ой не этот тест а спрось пытаемся спросить еще раз давайте посмотрим что произойдет смотрим смотрим запускаем run test run await смотрите 0 и pass 0 и pass и то есть мы первый цикл сделали а второй раз мы уже не можем почему потому что все сворачивается потому что await останавливает текущий процесс и это все перестает работать в итоге теперь попробуем а если мы хотим реально подождать ответа то нам нужно использовать другой вариант нам нужно использовать yield то есть не task await а task yield давайте вот покажу эта функция делает то же самое здесь есть задача на 30 секунд и мы здесь также опрашиваем результат этой задачи и здесь будет работать совсем по-другому смотрите вот первые 3 секунды прошли сейчас мы дальше пытаемся вот вторые 3 секунды прошли еще то есть как видите мы благодаря функции yield мы можем опрашивать задачу множество раз а wait мы можем один раз спросить и если ответ не получен то в итоге все свернется поэтому используйте 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 yield и вам нужно если вам нужно спросить несколько раз вам нужно организовать что-то типа цикла ну и тут я сделал обычную рекурсию ммм финиш await так забыл уже сам что здесь сделать так финиш await финиш так сейчас я сам посмотрю посмотрю финиш await так так смотрим 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 теперь вернемся к снова к await вот у меня есть функция ммм для тестирования тест финиша вид сперва и в ней мы запускаем вот этот вот тест попытаемся три раза и каждый каждую задачу вот здесь вот мы ждем мы ждем 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 здесь 6 секунд здесь как видите выполняется сперва меньше потом больше потом меньше поскольку await если время выше то он пристанавливается мы ожидаем что вот эта вот функция она полностью не выполнится выполнится только вот это вот первое первое условие то есть будет вот это окей you did it а вот даже вот до этой строчки fail даже не дойдет давайте посмотрим ждем ждем наши почти 5 почти 6 секунд окей вот you did it это сработало теперь второй тест пошел но как мы видим время то вышло время тут вышло и даже несмотря на то что следующей функцией идет казалось бы функция остановка задачи слово shutdown я хоть и не говорил но по названию мне кажется понятно что эта функция пытается остановить задачу то есть вот такая комбинация типа как будто бы время вышло и мы теперь пытаемся остановить она не сработает все все краш все крашится все останавливается с другой стороны более корректно было бы использовать yield тестируем yield выделяем и теперь поехали смотрим спера запускается вот этот окей you did окей you did второй тест у меня провалился failed to get a result но что самое то интересное третий теста у нас в итоге был запущен мы снова увидели you did так ну на этом пожалуй все то есть давайте вкратце повторим все основы то есть для первого раза может быть я конечно не очень удачно объяснил но прошу посмотреть кого ты более внимательно еще раз самостоятельно и также советую почитать документацию а теперь давайте все повторим значит таски таски нужны для по сути дела либо выполнить параллельно какую-то работу по принципу run and forget то есть отправил и забыл пускай он там делает либо выполнить какую-то работу параллельно с текущей да и потом собрать вместе ответы для этого у нас существуют следующие функции породить task мы можем с помощью task async здесь принимается какая-то функция другая другой вариант есть task сейчас я забыл там task имя модуля имя функции и параметры вот имя модуля функция через атом и параметры так то есть порождаем мы процессы о task async а async всегда возвращает какой-то ответ если мы не хотим ответа да то вот здесь вот здесь стандартный паттерн как завершить работу допустим время вышло как ожидание и и вы не хотите ждать больше например а вот к примеру когда юзер вот сидит он у себя дома и решает пользоваться вашим интерфейсом но ваш интерфейс используют допустим внешний api и вы не уверены через какое время он сработает обычно допустим вот этот внешний api которым вы пользуетесь он работает очень быстро но иногда бывают задержки и вот в этом случае вы можете сделать следующее подождать какое-то время время или закрыть таску и сделать какой-нибудь там стандартный ответ либо дефолт либо сообщение об ошибке поскольку все мы знаем что юзеры вот которые дома они не будут ждать у вас по полчаса они просто закроют вашу страничку а вы должны отвечать быстро так то есть вот так мы запускаем задачу ответ всегда приходит осинком если задача не завершилась фейлом ответ мы можем получить двумя способами авэйтом авэйт это у нас блокирующая операция которая связана с текущим которая связывает таску и колера осинк связывает таску и колера и если время вышло то текущий процесс завершается а поскольку осинк у нас связывает колера и таск процесс то таск процесс тоже завершится альтернатива авэйту у нас служит yield yield благодаря yield мы можем опрашивать таска несколько раз то есть вот у меня функция здесь я опрашиваю таск несколько раз вот я пытаюсь его спросить могу тут еще кстати показать вам надо было тогда еще показать вот yield yield может вернуть либо окей и ответ либо exit и term либо yield это когда время вышло exit это если уже было выполнено или ошибка нет а wait а wait у нас возвращает просто term либо no return none none так что ответы мы ждем await или yield предпочтительнее второе в обычной задача ну пожалуй наверное все надеюсь у вас сложилось какое-то понимание еще раз посмотрите код потестируйте его напишите что-нибудь подобное прочитайте про документацию вот лично для себя бы я выявил следующее то есть запускаю осинком ждал бы ждал бы ждал бы ждал бы где у нас ждал бы елдом ждал бы ждал бы ждал бы ждал бы обычным елдом результаты ел кстати тоже блокирующая но елдом я могу спросить таску несколько раз то есть через какой нибудь ждал бы мм тэйл рекуршин опрашивал бы и или например если бы мне было критично время я бы один раз спросил а потом бы завершил таску поскольку как мы помним ответ возвращается в любом случае также если время вышло вот вроде как время вышло, да и мы поехали код выполнять дальше, но таск нам все равно вернет ответ пошлет а если нам этого не надо лучше просто завершить таску пожалуй, хватит see you next time субтитры